Внимание! В этом видео вы увидите подборку дичайших и загадочнейших фактов и теорий, которые только одному богу известно, правда или выдумки. Итак, речь пойдет о таинственном озере Байкал, столь же древнем, как и наша планета, но тем не менее, до сих пор, до конца так и неизведанном. И перед тем, как мы начнем, рекомендуем подписаться. Хотя, даже если вы этого не сделаете, на таинственность озера это никак не повлияет. Факт номер 1. Это самое глубокое озеро в мире. Оно содержит около 20% мировых запасов пресных озерных вод нашей планеты. Вода, взятая из озера, не нуждается в дополнительной обработке и пригодна для непосредственного потребления. Второе. В озере обитает более 2000 разных видов живых существ, но дело в том, что две трети из них не встречаются больше нигде на планете. Даже вирусы Байкала уникальны, ведь там были обнаружены виды, которых нет в других водных экосистемах мира. Следующий факт. Большинство озер живут 10-15 тысяч лет, так говорят ученые. Затем озера постепенно исчезают с поверхности Земли. У Байкала же нет никаких признаков старения, точный возраст озера до сих пор не определен. Так что вполне вероятно, что прежде чем озеро Байкал пропадет в карты мира, с поверхности Земли исчезнут все ученые. Четвертое. Считается, что Байкал – это зарождающийся океан, так как его берега расходятся со скоростью до 2 см в год, подобно тому, как расходятся континенты Африки и Южной Америки. Озеро Байкал – это не только красивейшее и глубокое озеро на планете, но и одно из самых загадочных и таинственных мест. Самой аномальной зоной здесь считается мыс Рытый, расположенный в центральной части Байкала на западном берегу, напротив самого широкого места озера. Об этом мы расскажем поподробнее. Прошло 5 минут, а он горит, я уже руки погрел в него. Это вот так, на Байкале у нас. Это место наводит ужас на местных жителей, которые воспринимают его как гиблое. У коренного населения оно считается запретным для посещений. Здесь даже не говорят о Рытом, потому что это священное место. Только местные шаманы могут проводить там свои обряды. Сухопутной дороги туда не существует. Попасть на мыс можно лишь по воде. Из-за происходящих на острове непонятных и труднообъяснимых явлений, с ним связано множество загадочных и часто зловещих историй. Рыбаки часто делятся историями, как видели в Байкальском треугольнике флотилии деревянных кораблей времен 19 века с экипажем на борту. В момент появления миража на воду спускается туман, появляются четкие силуэты, а через мгновение иллюзия полностью исчезает. Но все это всего лишь цветочки. Смотрите далее. Считается, что на мысе Рытый находится самая сильная аномальная зона Иркутской области, так называемый Байкальский-Бермудский треугольник. Там отказывают навигационные приборы и техника, а внезапные сильные порывы ветра исключают применение в этих местах авиации. Многочисленные свидетели рассказывают о таинственных светящихся шарах, огненных столбах и миражах. Место мистическое, всегда здесь что-нибудь происходит, вырубается электроника, техника, вертолеты разбиваются, люди пропадают. Обывалые путешественники советуют брать с собой счетчик Гейгера, потому что у многих второжилов близлежащих поселков сохранились воспоминания о группе геологов, которые нашли в этих местах радиоактивную руду еще в начале 40-х годов. Практически все члены экспедиции получили смертельную дозу радиации при выносе руды к берегу Байкала. Если среди зрителей есть реальный свидетель чего-то из перечисленного, настоятельно просим поделиться своей историей в комментариях. Это поможет пролить свет на эти таинственные явления. А мы продолжаем наш перечень феноменов. Еще одна особенность этого географического объекта в том, что над озером в районе мыса Рытый не образуются облака. На мысе сохранились остатки каменной стены, длина которой превышает 300 метров. Она в свое время представляла собой постройку, выполненную из массивных обработанных камней, скрепленных между собой раствором. Высота кладки составляла 1,5 метра, а ширина – около 3 метров. Для каких целей стена была возведена на высоте около 200 метров над уровнем Байкала, остается только догадываться. Поговаривают также, что в северной части Байкала оборудована секретная военная база, и местные и приезжие часто видят над поверхностью озера неопознанные летающие объекты. Подводную базу НЛО обнаружили на Байкале и даже зафиксировали один объект, который садится над озером. Они всегда выглядят как шары, светящиеся колонны или плоские тарелки. Свидетелей НЛО уже настолько много, что считать их всех поголовно сумасшедшими уже само по себе становится похожим на сумасшествие. На Байкале обнаружили пришельцев. НЛО прилетают, погружаются в Байкал, вылетают из Байкала и чувствуют себя там, как дома. Должно же всему этому быть какое-то объяснение. Наша команда не сдаётся и продолжает докапываться до истины. Вы верите в пришельцев из космоса, Скалли? Рассуждая логически, я отвечу вам «нет». В хорошей погоду при полном штиле здесь внезапно образовывается огромная воронка. Местные жители считают, что так открываются адские врата, которые затягивают души грешников преисподнюю. Закручиваясь по часовой стрелке и набирая бешенную скорость, воронка также неожиданно схлопывается спустя считанные минуты. Подобно этой воронке, все попытки учёных найти объяснение этому явлению также схлопываются. По одной версии, эта вода стремительно заполняет резко возникающие локальные провалы дна. По другой, воронку образуют встречающиеся течения. Буряты верят, что на дне Байкала есть бездонная пропасть, связывающая его с Северным Ледовитым океаном. Старики рассказывали, как в Байкале находили то, что затонуло в Ледовитом океане. И наоборот, то, что утонуло в Байкале, могло попасть в океан через подземный тоннель. Подтверждение этой теории могут выступать и манускрипты древних святых и пророков, которые писали, что наша планета была создана из воды и водою, а значит, вполне возможно, что под землёй все воды мира соединены между собой. В 1982 году советским военным пловцам пришлось столкнуться с неведомой силой под водами Байкала. На озере проходили тренировочные сборы, отрабатывались погружения, во время которых люди заметили, что под водой находятся какие-то странные существа. Они привлекали внимание прежде всего необычно высоким ростом, составляющим минимум 3 метра. Каждый из незнакомцев был одет в гидрокостюм серебристого цвета и прозрачный шарообразный шлем. Когда пловцы рискнули к ним приблизиться, мощный вибрационный импульс вынес их на поверхность озера. В течение двух месяцев все водолазы, участвовавшие в тренингах, погибли при странных обстоятельствах. Спустя несколько лет было предпринято попытка изучить ту же часть Байкала, но там были найдены лишь утонувшие каменные статуи людей и животных. Загадки озера Байкал на протяжении многих десятилетий не оставляют равнодушными многих. Одни едут, чтобы полюбоваться уникальным и самым большим озером на планете, другие же хотят разгадать загадки, которые оно в себе таит. Но одно мы можем сказать абсолютно точно. Байкал – явление исключительное. Подобного озера на нашей земле больше никогда не будет.